Привет, друзья! Это проект Русская Америка, меня зовут Юрий Моша. У меня есть несколько каналов на YouTube, и если вы подписаны на какой-то из клонов, и вдруг там видео не обновляется, то я вам рекомендую просто-напросто написать опять в поиске Русская Америка и подписаться на клон, который следит за обновлением, потому что бывает, что человек решил стать моим клоном, закачал туда 300 видео и потом перестает обновлять, а зритель в итоге думает, вот, значит, видео не снимается, проект закрылся или еще что-нибудь. Нет. Я снимаю видео каждый день, поэтому просто переподпишитесь на другой клон, который действительно выкладывает видео постоянно и следит за этим. Я вот о чем хочу поговорить. О том жалеть или не жалеть о переезде в Америку. Иногда люди собираются, вот, я все, я уеду, уеду, потом раз, и чего-то боятся, остаются, а потом через год опять начинают собираться, а год уже потерян. И, как правило, потом кусают локти и говорят, вот, как же так, зачем я тогда испугался. Поэтому берите, допустим, пример с меня. Я уехал в Америку за один день, собрав только чемодан, и уехал без денег, и, как бы, самостоятельно за два года смог здесь, при этом уехал с большой депрессией, смог здесь встать на ноги, справиться с этой депрессией, и живу спокойно, как бы, и наслаждаюсь жизнью. Сейчас нисколько не жалею, что я уехал. Поэтому у вас есть всегда возможность получить туристическую визу, уехать, посмотреть. У меня такой возможности не было, я уезжал, как говорится, за один день, и уже без билета назад. У вас есть возможность приехать, ну, у большинства есть возможность, конечно, может быть, у некоторых такая же ситуация, как у меня, когда ехать в течение суток, но у большинства есть возможность приехать, посмотреть, оглянуться, но чтобы потом не жалеть, что потеряно время, и кусать локти, да, как я уже сказал, что не сделал я в этот год, а сделал следующий год, а год потерян. Поэтому при решении, если принято, делайте это в этом году, не теряйте времени. Жизнь бежит, жизнь, к сожалению, нельзя продлить, на 300, на 400 лет, и если уже жить, то жить в нормальной стране. Ну, раз пока в вашей стране, ну, нету нормальных законов, ну, нет нормального правительства, ну, невозможно ничего пока изменить, да, ну, захватила, с Россией захватила власть КГБшная мафия, ну, ничего ты не можешь сделать, да, но они делают все только против людей, да, пример тому те же законы постановления, когда тысячи детей, больных детей умирают сейчас в детских домах российских, потому что им КГБшники запрещают лечиться за границей, запрещают, чтобы усыновляли семьи иностранцев и так далее. приводят пример какой-то дурацкий там случай, когда какого-то ребенка побили там в американской семье. Ну, это разовый случай, а пусть они приведут лучше пример, сколько детей погибло в России за это время. Ну, мы сейчас будем долго об этом разговаривать, поэтому я не хочу об этом сейчас разговаривать на самом деле. я говорю о том, что вам нужно просто принимать решение самостоятельно, это ваша жизнь, но принимайте его осознанно, чтобы потом не жалеть, что вы потеряли свой шанс уехать в нормальную страну и прожить достойно свою жизнь. А также подумайте о своих детях, которые будут жить в Америке или бродятся уже в Америке и станут нормальными людьми в нормальном обществе.